Девушки отдыхают Там куча проблем, нельзя нормально выставить разрешение Приходится ручками все менять Да и вообще многие вещи могли быть гораздо лучше Я дважды прошел игру Уже, да, но чтобы подготовиться И чтобы открыть как раз-таки сложность Данте Моздай Моментами, конечно, бесило жутко, но игра потрясающая Но об этом чуть позже В среднем, как бы, ну, прохождение отнимало Примерно, там, первое, может быть, часов 6 отняло А вот второе, там, где-то 5 с копейками часов, да Потому что там я еще, бывало, отбегал надолго И таймер тикал Так что игра довольно короткая И на самом деле в этом ее большое достоинство Она вот благодаря этому Не в последнюю очередь очень реиграбельна Она довольно быстро проходится, да И прикольно ее перепроходить на сложностях выше плюс Там есть еще ряд достоинств Которые, скажем так Не то чтобы заставляют тебя переигрывать А мотивируют тебя переигрывать, да Но сейчас расскажу, погнали При вас все делаю Чтобы потом не было вопросов Да, здесь такая фигня Сейчас расскажу еще один момент Ребят, смотрите Как видите, очень сложно не пройдено Но Dante Must Die открыт Все это связано с тем, что Вообще в оригинале, да Ну, в оригинальном Devil May Cry 3 Было две версии Получается японская и, ну, американская Грубо говоря, там и европейская Они одинаковые были А японская была отдельная Так вот, в японской версии Devil May Cry Получается нормальный уровень сложности Был как сложный в американской А сложный в японской версии Был очень сложным уровнем сложности В американской версии, да То есть, по сути, сложность была На один выше в японской версии Потому что японцы такие больше задроты Чем, ну, западные люди, да Вот такой вот прикол И получается, изначально уровня Очень сложно в американской версии не было Это уже добавили его В Special Edition И, по сути, короче, это вот Японский сложный уровень сложности А Dante Must Die открывается После прохождения именно на сложном Так что давайте начинать Опять же, все при вас Делаю, чтобы потом вопросов ко мне не было Начинаем Делаю, чтобы потом Делаю, чтобы потом Продолжение следует... Делаю, чтобы потом Делаю, чтобы потом Но я обнаружил, что Эта так называемая Легенда Не была не митра На самом деле Спарта Продолжение следует... Как я знаю? Ну, я познакомился с сын Спарта. Два из них. Хотя же кровь их отца плотала через их волосы, они два бороться с другом, как арч-енемицы. Это было бы, как будто они привыкли какие-то твистые плещи от этого брата. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok and I'm already getting calls From your brother He sent this invitation for you Please accept it Invitation, huh? DimaTorzok DimaTorzok This party's getting crazy Let's rock DimaTorzok 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 Ну как так можно? Это же просто, я не знаю, какое-то издевательство над людьми, потому что катсцены это одна из главных причин, почему люди любят Devil May Cry 3. То есть помимо потрясающего геймплея и крутых моментов, люди очень любят катсцены в этой игре, и вы, сука, их даже, блин, нормально не отрендерили. Помимо низкого разрешения, там нет даже вертикальной синхронизации. Картинка рвется, черт, я ненавижу вас с капком. Это просто, ну как это можно было, блин? Все, тихо, я успокоился, пошли. Что-то, блин, только начали, я уже горю. Быстренько сюда, что-то я херово начал, да, надо разыграться с ли конца. Как вы могли заметить, здесь вот на Данте Маздай, получается, у врагов есть свой Devil Trigger, это увеличивает их здоровье и наносимый ими урон. Так что нужно действовать поаккуратнее. Можно еще немножко прокатиться, это я тоже сделать, вообще обожаю. Вообще здесь довольно просто набивать ранг С. Просто главное менять оружие почаще. Вот на НГ+, порой на сложности выше, легче С-ку набить, чем на сложности нормал. Ну, еще желательно, конечно, не получать урона. Это тоже один из главнейших моментов. Я помню, вообще очень долго залипал в этот Devil May Cry. Я дико от него прусь, я считаю, что это лучший Devil May Cry из всех, которые только выходили. Не, безусловно, остальные части потом в дальнейшем там, ну, были прикольные. Там, например, четвертая, мне нравится часть именно боевой системы, она стала значительно лучше. Кроме того, пятая часть, это вообще, ну, в плане техническом, да, вершина как раз-таки этой серии. Там, несмотря, возможно, на как бы там хреновенький сюжет там и так далее, многие другие аспекты, да. И при всем при этом, пятый Devil May Cry я очень полюбил. Я отвлекаюсь, конечно, поэтому пропускаю удары, поэтому вряд ли уже я получу ранг С. Благо, хоть здесь аптечки дают, поэтому пока не так, что сильно сложно, но в дальнейшем будет жопа, я вас уверяю, ребята. У меня уже там все оружие открыто, понятное дело, что я потом покажу все остальное оружие. Да, ну чё, прикалываешься? Пропускаю приемы. И чё-то у меня вертикалка, я смотрю, вообще отрубилась в игре, это как вообще работает? Так нельзя. Прокатимся? Ну я плохо начал, да, ну тяжеловато, когда ты знаешь, типа, чё-то рассказываешь и играешь одновременно, особенно на такой сложности. Чую дальше у меня пукан будет рвать со страшной силой, потому что есть ряд моментов в этой игре, которые я просто, блин, ну я ненавижу. Просто ненавижу, ребята. Где-то еще одна такая херня была, да? Да, еще вот здесь, бежим. Хорошо, мы уничтожили. Ну-ка сюда, идите, твари. Прокатимся немножко. А, можно, да? Нельзя. Тихо, это было близко, чуть не проиграл на самом деле. Ни хера себе, в первой миссии не хватало мне, чтобы я еще, блин, сдулся так быстро. В следующем задании у нас должны хп поднять, так что ничего страшного. Секундочку, а что-то рвется изображение трындец. Вроде не было этого до записи, какая-то херня опять произошла. Продолжение следует... первая миссия пройдена и чего знать хорошо вот здесь первые миссии очень прям очень короткие они такие больше именно вовлекательные да нежели вот типа пытаются тебя там до скуки довести как в некоторых играх вот наоборот нужно вот первые миссии если есть опять же деление на миссии нужно делать максимально короткими час ребята одну секундочку надо кое-что проверить я один момент вырублюсь и настрою сюда и включу опять и так ребята мы продолжаем я короче понял в чем проблема я там просто трава переустанавливал с нуля и поэтому там настройки слегка сбились поэтому вертикалка была вырублена из-за чего в первой к оцене тоже были проблемы так что все это претензии убирается а все остальное остается погнали дальше но и Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, зря это они. Сейчас будем веселиться. Прокатимся немножечко. Добиваем его сразу, да, пока у нас есть такая возможность. Пока у него Devil Trigger не включился и здоровье у него не выросло. Всё, отъехали, ребятки. Ого, да, включился Devil Trigger, да ну нафиг. Быстрее. Пока он лежит, воспользуемся этим моментом, да, его слабости. Надеюсь, потом меня за харассментом не уволят с Ютьюба. Ну что ж такое, червы, суки, всё блокируете. Он стоит в блоке и всё слушает. И как этот... Один мой друг, когда мы с ним играли в Mortal Kombat, он из блока не вылазил. Но потом опиздюлился и понял, что так делать не надо. Надеюсь, он сейчас это не смотрит. Тихо стоять. Немножко поправим ситуацию здоровьем. Это обязательно стоит сделать. Опа, кто это меня ударил, я не понял. Кто там такой смелый нашёлся? Мне что-то, слушай, непросто, непросто, когда вот они могут Devil Trigger врубать. Вот видишь, что происходит? Я приземлился и получил по щам. Ну и здоровье, конечно, они сносят до жопы. Чё здесь можно сказать? Да чёрт, всё. Нихера себе, чё творится. Меня во второй миссии убили. Охренеть, как такое может быть? Нельзя так? Начинаю сначала, то есть вы всё видели, я ничего не вырезаю. Просто зачем я это делаю? Если нажимать продолжить, то там потом будет статистика прям говно. Нихера себе, я думал, будет не так жёстко. Чтоб я во второй миссии проиграл. Это должно было произойти чё-то невероятное. Ну-ка, ну-ка, сюда иди. Теперь ты, скотина. Ты у нас последний оставался, всё, ситуацию со здоровьем поправили. Иди-ка сюда, стой, далеко не уходи. Тихо, спокойно. Прокатимся на нём, так безопасно. Ну, относительно, конечно же. Подальше просто уедем от тех врагов. Ты чё, серьёзно, ещё жив? Как такое возможно? Тут, конечно, камера вообще лютая. Никогда я её не любил. Да ты чё творишь? Вот смотри, вообще, короче, не смог его даже застанлочить тогда, когда он на меня ехал. Ух, чёрт, слушай, я даже не думал, что будет настолько жёстко. Чё происходит? Вообще ничего не могу сделать. Вы чё, угораете? Чего? Так, ребята, тоже вопрос это самый серьёзный. Капюс, вот можно руки сломать. Пока ты это всё делаешь. Охереть! Это вообще нереально. Просто нереально. Ёб твою за ногу. Нихера себе. Да, то есть там не сразу он станлочится в этом режиме. И это прям вообще боль. Это прям боль, слушайте. Такая маленькая деталь и так влияет сильно на происходящее. Трындец. Сначала этик, обязательно. Тихо. Теперь второго давай. Да вы чё творите, ёб. Тройной удар, блин. Прокатимся слегонца. Давай его гасим, наверное, пока он тоже не стал этим. Триггернутым. Готов, следующего несите. Ну, мне, благо, дают очень много дэвил-триггера. Видимо, чтобы я активно им пользовался, да? Не, видимо, они, если, короче, триггернулись, то всё. По-другому никак. Пока не убьёшь, типа, эффект не спадёт. Фух, жуть, слушай, я чуть пальцы себе не сломал. Там кто-то ещё пришёл. О, они сразу здесь. Они сейчас триггернутся, если это будет джопа. Это было обучение, я понял, что делать. Хорошо. Во, хорошо уже было, да? Да чё за херня? Началось. Ты ещё сюда лезешь, блин, а? Тут хотелось кое-кого процитировать, но я не буду этого делать. Я постараюсь без мата первые хотя бы пару серий продержаться. Потому что чё и дальше я буду ругаться матом со страшной силой, ребята. Чё ты творишь, ёпт? Да ему вообще, по-моему, похер, да? Давай! Я сейчас реально уже пальцы сломаю. Только вторая миссия за сегодня. Вы чё там охерели, разработчики? Нельзя ж так с людями-то. Покатаемся слегка. Отъеду на другое расстояние, да? Есть, хотя бы аптечки дают, хотя бы аптечки дают, слушайте. Хоть чё-то хорошее в этой жизни. Где он там? Да ты чё, прикалываешься? Нельзя так... Фу, как авава. То есть, понимаешь, всталлок сложно вогнать. Из-за чего прям легко поймать удар в лицо. Гляньте только, это вообще здоровье заканчивается, не? Фух, наконец-таки застрелиться, ребята, можно. У нас какой-то прогресс, наконец-таки. Во второй миссии. Отмечу так. Ох, жуть. Ха-ха-ха-ха. И, блин. Всё, у нас босс. Хорошо. Ну, как хорошо. Ну, здоровье, да, у него до жопы. Всё, хана мне. Ой, не надо, не надо, не надо, не надо, пожалуйста, этого. Ну, он прям чё-то лютый. Воля, ну ты прикинь. Эх, чёрт. Ладно, начнём отсюда, опять же, с босс. Сначала? Серьёзно? Всё, просто покойник. Вы чё, прикалываетесь? Это, в принципе, возможно пройти или нет? Чё за херня? Если чё, буду пользоваться предметами, ребят, потому что я такой херни не ожидал. Вот это я, конечно, сел записать серию. У меня уже 10 потов сошло здесь прямо сейчас. Вот опять же, видишь, какая херня? Всё. Покойник. Я вообще не знаю. Это как пройти возможно? Что за говно? Короче, есть такая херня. Покажу. Стиль называется. И в зависимости от этого у вас меняется особое действие на кнопку кружок. Или на кнопку B, если вы играете на геймпаде от бокса. Попробуем сейчас с трюкачом, чтобы мне было проще уворачиваться. Как это работает? Показываю. Возможно, это даже попытка станет удачной. Просто там, опять же, против смерти. Да ёптать, я пропустил. Короче, появляется вот такое вот движение. Смотри. Бам. Бам-бам-бам. Вот так можно делать. Уворачиваться, видишь, на кружок. И всё нормально вообще будет. Да вы чё прикалываетесь? Короче, вы поняли суть. Это просто нереально. Это просто нереально. Надеюсь, сейчас у меня всё получится. Ребята, я почти час просидел на второй миссии. Вот это просто трэш, конечно. Да блядь. Три атаки перед тем, как она появляется. Хорошо. Всё, мы тут. Сам-то по себе босс довольно простой, как видите. Но когда вот эта херня начинается на постоянке, увернуться непросто. Увернуться прям вообще непросто без трюкача. И вот если бы я знал, я бы, само собой, подготовился бы. Но... Блядь. Да ну нахер! Да вы чё? Ну вот просто... Короче, я не знаю. Я там, короче, умер. Взял с собой две святых воды. Будем использовать. Хорошо. Разработчики, вы сами меня вынуждаете. А я смотрю, даже в блоке у них здоровье всё-таки заканчивается. Хоть чё-то хорошее в этой жизни происходит. Хоть чё-то хорошее в этой жизни. Вот опять начинает спамить этой атакой. Просто задрали. Как же выдрачивает. Ну вот просто хватит, блин, убегать. Прокатимся. Давай, давай, давай. Да, блядь, сука, зацепил меня. Всё. Всё. Чёрт, реально, ребят, всё, руки не чувствую. Ха-ха-ха. Ай, блин. Чё за игра? Да, вот игры раньше делали, да? Которые требовали навыка от тебя. Просто ебануться можно, блядь. Ну ты взрываешься там, блядь, или чё? Ну чё он там делает, я не пойму. Во, хорошо было. А теперь, суки, давайте появляйтесь все. У меня для вас кое-что есть. И ещё раз давайте, если с первого раза не поняли, сукиные дети. Фух, всё, давай, появляйся уже тут, блядь, 20 раз, говнище. Короче, лучше не прыгать. Фух, всё, давай, появляйся уже тут. Да, блядь, нет. Стоп, сначала, ребят, я щитерю, извините, пожалуйста, я не могу. Я прям боюсь сейчас продуть, это будет жопа полная. Если я сейчас продую. Потому что я ещё слишком долго сижу. Капец, я думал, застрелюсь, ребята. Ничего сложнее этой миссии за два прохождения не было. Это вообще как вы так умудрились? Сука, чёрт, я сейчас застрелюсь тут. Это просто что-то невозможное абсолютно. Прост... Капец. Сука. Сука. Продолжение следует... 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 быстро туда наверх просто жесть уж он прям херачит со страшной силой я ни разу его таким бодрым никогда не видел а нужно было сменить и на оружейника до что было больше атак ну ладно ничего страшного буду иметь ввиду на будущее вот задрали они в блоке вставать слушай что-то капец еще в якудзу сел поиграть третью я не пойму там тоже все в блоке из него вообще не выходят зато сделал очень стильное убийство когда много врагов просто это все суммируется и получается видите какая история кстати да эту херню лучше не трогать она взрывается так слова и это тоже взрывается блять не туда стрельнул вот опять же авто прицел здесь просто убожеский ты еще жив ну как это вообще просто в каком аду вас набрали сукины дети там еще впереди будут до белые козлы точно ну ты чё прикалываешься да это зря да куда ж вот сука авто прицел нет враги вот враги кругом мы будем целиться в бочку конечно же нам же делать то больше нехер в общем-то надо же в бочку именно целиться обязательно где этот говнарь щас я его сначала захерачив тихо вниз ну ног да блин получается у него триггер он перекидывается да как сифилис блять ну зашибись короче это прохождение будет зло и я отменяю кто что я говорил типа ну в том плане что я постараюсь не ругаться как тут блять можно не ругаться матом это такая херня происходит да блять вы чё ебанулись чтобы меня первые враги сразу на уровне захерачили вы чё товарищи прекращайте этой херней заниматься ну хоть здоровье дали а фух жесть просто жесть я словами это невозможно передать и вообще вроде как можно было зайти внутрь сразу но я решил повыделываться и получил по щам просто нещадно фух жуть просто жуть это все разбиваем нам нужны любые деньги прямо сейчас и там еще он видите была аптечка что опять же мне очень очень сильно поможет я надеюсь и на вообще чекпоинты должны быть то есть к после каждого входа в новое помещение до в новое помещение по идее типа чекпоинт все заходим там у нас ждут очередные пиздюля по идее главное не расслаблять булочки ну что-то слишком тихо здесь да вот все пошло и да это эти твари и сейчас с ними будет сложно конечно учитывая что у них уже наверное сразу дэвил триггер да все хорошо он последний по идее уже последний да не он не последний ни хера но из этих вот из белых он последний поэтому сначала изобьем его со страшной силой чтобы он уже просто у него все желание отбила как-то вообще участвовать во всем этом представлении тихо аккуратно рука может ударить да это просто полный дебилизм тут еще блин тебя двери атакуют это просто что-то с чем-то дэвил май край вообще не щадит нихера игроков вовсе хорошо блин я конечно многих приемов лишился убрав оружейника и это прям печалит нереально пишу здесь вот хорошо и ты опять да сколько и здесь нужно от белых избавляться с ними тяжелее да и с этими тоже не просто если уж говорить прямо они вот задрали они понимаешь вот спамят одной атакой ты хоть убей сейчас давай сюда немножко подлечимся пускай эта херня ко мне телепортнется и тогда будет веселее гораздо давай перемещайся ко мне говнище давай давай я наверху я наверху и надеюсь те козлы ко мне не придут черт приходит что-то изобретать чтобы это пройти в принципе можно было ну вот просто я нихера не сношу ну пиздец просто пиздец я не знаю это что-то с чем-то это как вообще возможно пройти и короче все это полная жопа полная здесь вообще нет чекпоинтов на этом уровне сложности враги блять не убиваемые и чекпоинтов здесь тоже нет заебись просто ахуенно да блять да нет да сука блять налетел прям на эту херню я уже не пройду скорее всего ну да это было блять невозможно то есть понимать что происходит вот самая мудацкая все ситуации во первых камера блять ебнутая вообще хер и покрутишь нормально во вторых узкое пространство тонна врагов которые быстро перемещаются по карте атаки у них не синхронизированы то есть это просто ебанутый уровень сложности полностью несбалансированный вообще абсолютно от слова совсем тут блять зачастую ты получаешь дамаг блять потому что тебе не повезло не потому что там неправильно увернулся ли еще чё то просто ты не вовремя упал блять это просто я блять не знаю как это пройти просто блять не знаю я на третьей миссии я уже охуел все поехали давай блять зацепил меня ну как так а Продолжение следует... 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 Ребята, с вас лайк! Я серьезно говорю, если не будет активности... Я просто, блин, в одно место кое-что делал этому прохождению, понимаете? Потому что я этого не вынесу. Без вашей активности ни хера не будет. Я просто, блядь, не собираюсь так страдать. Нельзя просто над людьми так издеваться. Просто какая-то жуть нереальная. Мне бы найти еще аптечки. Понимаешь, и вся проблема в том, что я пришел к боссу, короче, у меня нихера нет. Вообще заебись, блядь. Вот это нормально погуляли. Что тут можно сказать? 12 тысяч у меня, по крайней мере, есть. О, есть хоть что-то хорошее. Да, но типа не полностью мы восстановили здоровье. И то есть не хватит даже на одну золотую сферу. Вот там, кстати, если что, раньше была синяя сфера. Я ее уже, конечно же, успешно забрал. И, по-моему, здесь еще было что-то... Подожди, какой-то красный кристалл был неподалеку. Сейчас. Если я ничего не путаю... По-моему, где-то вот здесь, да. Можно было проломить. И, короче, здесь был красный кристалл. Который тоже можно было расхерачить и получить очень много красных сфер. Так, вот здесь, короче, можно покупать всякое говно. Чем я сейчас активно займусь, конечно же. 15 тысяч у меня нет. Но зато я могу купить большую звезду жизни, да. Хоть что-то хорошее. Ну и все, больше я ничего не смогу сделать. Что бы еще мне не помешало бы сделать? Да, в принципе, все. Я этим оружием хорошо орудую. Я его люблю. Остальные я покажу позже. Босс, ребята, босс. Боль. Босс, ребята, босс. Босс, босс. Босс, босс. Я не могу, но не могу сказать, что ты! Вау! Я никогда не видел его говори в муте. Знаешь, в шоу-шоу, ты обязательно возьмешь первую очередь. Ты любишь это? Ты не делаешь меня? Легко, Фидо. Как бы я возьму тебя на шоке? Давай, папа, давай! Ты ненавидишь это, что ты! Ух, Данда, не выделывайся. Короче, здесь, на самом деле, не так всё сложно, ну, в плане босса, да? Короче, здесь нужно сначала отстрелить вот эту всю херню. Ну, типа, лёд, а потом уже начинать херачить. Если херачить по лапе, то он рано или поздно упадёт, и тогда... И тогда... Можно это использовать как преимущество. Тихо. Но я постараюсь действовать поаккуратнее всё же. Опять он забафался, ну, точнее, защитился от меня, да? Предохранился, так сказать. Я вообще его, конечно, на сложности ниже выносил даже глазом не моргнув. Потому что я так не боялся как сейчас сдохнуть, блин. Как уже вот... Знаешь, типа, влияет страх того, что ты сейчас умрёшь, короче. Ух ты, ёб твою мать, нихера себе дамаг. Тихо. 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 он не падает ни хера на этой сложности. Что за говно? Его там прямо опрокидываешь нормально и все хорошо идет. А тут, короче, что-то вообще не получается на этой сложности сделать это все. Придется, конечно, повозиться. Да, здесь, конечно, без струкача будет тяжко. Если мы дальше так будем проходить. Блядь, серьезно? Сейчас, я лучше рискну. Ну вот опять, да что ж такое? Короче, я так понял, на этой сложности бесполезно его опрокидывать, потому что это, блядь, пиздец. Смысла нет. Ему похер просто. На эти все опрокидывания. Хорошо, скотина. Пиздец, я не пройду это. Я просто не пройду. Да это просто нереально, блядь. Вы че, ебанулись там? Ну это просто пиздец. И набойся, сто процентов. Я вам говорю, не будет никакого чекпоинта. Если... Был чекпоинт! Черт, ребята, чекпоинт! Я не верю в это. Здесь все-таки был чекпоинт. Ладно, хорошо, скотина. Теперь тебе от меня не уйти. Я тебе серьезно говорю. Я тебе сейчас буду просто рвать со страшной силой. Я раньше боялся. Теперь я ни хера не боюсь. Я тебе сразу говорю. Это полная херня. Поэтому давай, наверное, поменяем на оружейника. Пиздец, все. Это как он меня убил? Все, вторая стадия. Но я опять не вывезу. Надо понять, в чем ошибка. Че я делаю не так здесь, в этой жизни? Во! Ну, наконец-таки, етить-колотить. Это сработало. Короче, он напор делает на лапы. Все-таки стараться тогда. Короче, да, кажется, я раскусил его. Нет, я не знаю, блядь. Он только что упал при вас, блядь. И теперь какая-то хуйня. Он не падает. В смысле, блядь? Блядь. Сначала отстреливаем лед. Ничего страшного. Блядь. Ну, вот не успевай отойти, ты хоть убей. Тихо. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот опять, 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 опять... Да ты задрал! Прекращай этой херней заниматься! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...